Приветствую. Олды, думаю, помнят, как я когда-то пыталась рассказать о своих персонажах не только с помощью обычных рисунков. Да-да, как вы уже догадались, в этот раз мне бы хотелось сделать обзор на мои старые комиксы. У меня вышло аж три главы в суммарном по двум вселенным, которые мы обязательно обсудим. Сначала я поведаю о более-менее полноценных комиксах, а после этого расскажу о мини-комиксах, скажем так. Приятный бонус. В общем, будем кринжевать, недоумевать и, возможно, умиляться. Заинтриговала? Что ж, не буду затягиваться вступлением и прорекламирую свой телеграм-канал, где происходят всякие конкурсы, а также публикую туда все свои картинки в хорошем качестве. Ссылочка, сами знаете где. Холода не за горами, так что укутывайтесь в плед, берите горячий чай и садитесь рисовать вместе со мной, ведь сегодня я буду делать обзор на свои старые комиксы. Сделаю важную оговорку. Первые два комикса были нарисованы мной аж в 13 лет. Думаю, понятно, что я была очень неопытна в плане продумывания сюжетов и лора. Начнем с моего инстаграма, ведь все дороги ведут именно туда, так как именно там зарождалось мое раннее творчество. На дворе был 2020 год, вирус бушевал вовсю, все сидели по домам в ужасе от всего происходящего за пределами их квартиры. А что делала я? А я рисовала картиночки и думала над своим первым полноценным комиксом. На самом деле я до сих пор в шоке с себя в тот период, ведь рисовала ежедневно по 6-9 часов и публиковала посты каждые сутки. Причем это были полноценные работы, а не наброски. Но вернемся к комиксу. Честно, я пыталась найти хоть какую-то информацию о запуске проекта в стиле «А я вот хочу сделать комикс о том-то, том-то, что думаете?» и так далее. Но нашла только немного размышлений. К сожалению, я перейду снова в диджитал из-за того, что у меня нет нормального линера, а ручкой рисовать не очень. Сегодня я запущу арт-страдишки и начну комикс. Эх, было время, когда я взяла и сделала проект. Не то что сейчас думаю, проектирую, как бы лучше сделать, какой сюжет и прочее. Так вот, давайте чекнем парочку сториз так или иначе о процессе создания, после чего уже перейдем к истории и сюжету. Вот вам маленький спойлер к комиксу. Мне так нравится эта ладонь. Я уже очень стараюсь над новым комиксом, и у меня практически нет времени сидеть в инстарраме. К сожалению, сегодня не будет новых постов, а возможно и завтра в том числе, так как я сильно пущу над комиксов. Надеюсь, поддержите. Так, первые 5 кадров из 10 уже есть, осталось еще 5. Вы не поверите, но я жду комикса не меньше вас. Что ж, плюс 1 кадр сделан, 70% работы готово. Я дико извиняюсь за то, что я пущу скетчи, но завтра, скорее всего, будет первая глава, первая часть комикса. Что ж, теперь начнем с сюжета моего первого комикса, под названием «Невозможное возможно». Какое гениальное название, все невозможное возможно, я уже в предвкушении. История разворачивается в 6981 году. Непонятно только, зачем такое далекое будущее, но допустим. Главной героиней истории является 15-летняя девушка Ники. Буквально на второй же странице девчуля выдает всю свою подноготную и то, что она не совсем привычный нам человек, а искусственно выращенная девушка. Раз такое дело, то почему было не легче как раз таки создать изначально совершенных клонов? Да и в первой главе как-то впихать информацию зрителю не самая лучшая идея. Но я была новичком, так что простительно. Такой прием в подобной истории смотрится достаточно органично, наверное. А может я пытаюсь не сильно себя критиковать, кто знает. Потом Ники рассказывает о своей подружке Лилис, которой они родились в один и тот же день и их вместе поселили в один дом. И на следующей странице прямым текстом говорится, что сейчас дети могут съесть умную таблетку и им не нужно учить уроки. Не то, что эти глупые неандертальцы 4000 лет назад. Да-да, видимо в тот период я дико ненавидела школу, иначе я не могу объяснить этот умный ход мыслей. Как же это было таивно написано, а ведь можно было это раскрыть потом, в последующих главах в виде флэшбэков и прочего, а не пихать в лицо читателю в первой главе. Но да ладно, перейдем к следующей странице. И сразу замечаю в правом верхнем углу информацию о том, что сейчас четверг 16.38. Этот прием больше нигде не используется и не имеет смысла как такового. Девушки идут по городу, обсуждая своего будущего персонального тренера, которого выдают каждому проверочному по достижению 15 лет. Ники собиралась ответить на вопрос подруги о том, каким она представляет своего будущего наставника. Как тут Лила перебивает ее с рассказом не то, что о тренере, а скорее о парне мечты, чем приводит в ступор и раздражает девушку. Ведь все мы знаем, что перебивать людей нехорошо. И следующая страница, где Лила смущенно думает о мальчиках. И на этом вся первая глава. Продолжение следует. Ой, даже не знаю, с чего мне начать. Давайте обсудим уже появившиеся несостыковки. Если я правильно помню, то всех пробирочных тренировали как межгалактических воинов. Привет, Звездные войны. И как раз в свое 15-летие они получали возможность заиметь своего персонального учителя. Но тут вопрос. А что они делали до 15 лет? Круто, съели таблетку со всеми базовыми знаниями. А что дальше? Ладно, хорошо. Допустим, пили чай в общежитии. Либо все-таки тренировались, но группами из нескольких человек. Если их так можно назвать. С одним преподавателем. Но меня больше смущают диалоги. Да и не только меня. Так что я полностью согласна с этими комментариями под оригинальным постом с комиксом. Задумка отличная. Персонажи хороши. Но есть одно но. Написано очень просто и не литературно. На читанному глазу достаточно сложно это читать. Избегай повторений. Добавляй больше вставных слов и предложений. И будет у тебя все хорошо. Вай, суперский комикс. Жду продолжения. Но зай, есть некоторые ошибочки. Лично я заметила просто повторы. Просто пересмотри с кем-нибудь в следующий раз текст на наличие ошибок. ПС это здравая критика. Не в обиду автору и прекрасному сие творению. Мне все нравится. Так как вышла только первая глава. И обсудить тут особо нечего. Кроме помешанности Лилы на мальчиках. То мы вернемся к моим придиркам. А точнее обсудим уже саму рисовку. Если не обращать внимания на фоны из гугла. То в целом неплохо как для 13-летнего подростка. Но персонажи и текст теряются на фоне. Хотя цвета приятны и пропорции не режет глаз особо. А вот костюмы. Разве удобно будет тренироваться в таких шортах? Ладно если бы девочки сами выбрали такую одежду. Но видимо это базовая одежда для всех судя по повторяющимся элементам. Очень много вопросов к дизайну серьезно. Им по 15 лет и такой наряд выставляется нормой. Что крайне сомнительно. Я понимаю эти условности чтобы сделать персонажей разнообразнее. Но какой смысл обычным пробирочным одна и та же одежда но разного цвета. Так еще и подобранные под их цвет волос. Не легче было бы создать одинаковую для всех учеников одежду. И как раз таки учителям выдать более уникальную одежду. В целом уже по первой главе можно было понять динамику Ники и Лилы. Где она серьезная девушка. А ее подруга так-то бредает за парнями. Но я не могу не похихикать с этой фразой Лилы. Красивый, умный, сексуальный, небабный, несамовлюбленный, готов помочь. Звучит как парень мечты моих тогдашних 13 лет. А парень на слайде ну точно воплощение сексофильности. Вы только посмотрите на его шею и большие руки. Девочки держите меня я падаю. По сюжету, наша гэгэшка должна была влюбиться в своего учителя. Но там была бы драма, что ее учитель-то оказывается робот. А у роботов нет чувств. И она обычный человек. И это не взаимно. И она бы страдала от этого. А в конце был бы хэппи-эн. Вот именно тут был бы глубочайший смысл названия. Что робот без чувств влюбился в прекрасную героиню. В общем мы поняли. Я же не одна считаю странным любовный троп, где несовершеннолетняя героиня влюбляется в своего учителя. Да, он робот и мы не знаем сколько ему лет. Но это все равно очень сомнительно. И все. Это буквально история ради любовных страданий. Я правда не знаю зачем я такое сочинила. Но зато у меня появился новый опыт. Все. Больше не было глав по этой истории. Я просто рисовала всякие картинки с Никки. И все по факту. Мне разонравилась эта история. И я бросила этот проект. А еще потом я поняла свою ошибку и стала рисовать комиксы в стиле манги. Это куда проще, чем полностью красить все фреймы. Специально для вас я скетчиво редизайнула персонажей и их костюмы для наглядности. Теперь это куда лучше, чем скакать в неудобных шортах параллельно с Витя пятой точкой. А также я им сделала одежду одного цвета, ведь так куда логичнее. И сделала Лили Веснушки на все лицо, а не только под глазами. А также сделала им разные телосложения. Из интересного это то, что кто-то создал отдельный аккаунт с моим комиксом, где перевел все слайды в ЧБ, будто это реальная манга. А еще я то ли обиделась на комментарии с критикой, или мне действительно писали негатив, но я решила запостить вот эту сториз. Я немного не понимаю тех людей, которые пишут, что комикс ужасный и неинтересный. Типа, что вы от меня требуете? Мне 13 лет. И писатель из меня, мягко говоря, хреновый лол. Звуки агрессивны и недовольны Светой. Надеяться на шедевр от подростка это как минимум тупо. И да, поначалу судить глупо. Так бы большинство комиксов были бы недочитаны никем. Тут я решила, а не пора ли мне начать другой комикс под названием «Спасти человечество», уже основанный на моем сне. Очень оригинальное название. Ни разу не намек на дальнейший сюжет. Но лично по моему скромному мнению, он куда занимательнее, чем предыдущий. Ведь на данный момент по нему вышло аж две главы, вместо одной. Идея берет свое начало с того, что мне приснился постапокалиптический мир, где резко исчезли почти все и всю планету поработили какие-то монстряки. А я помогала каким-то магам защищать город. Так вот, начнем. Я снова решила использовать прием, где преснаш сам рассказывает часть истории для зрителей в первой главе. Заезжена, конечно, но читаем дальше. Главную героиню зовут уже Изабелла, и ей тоже 15 лет. Хорошо, а потом она выливает нам всю подноготную мира буквально в одной странице. Если совсем коротко, то раньше все имели суперсилы. Но с годами стало ожидаться все меньше и меньше детей с магическими способностями. И на момент истории всего 1% населения имеет такие способности. Клевшке повезло, ее мать также имеет магическую силу в виде ударов электричеством. Поэтому шанс рождения такого необычного ребенка был бы куда выше. Очень интересная сила. Разозлить маму, видимо, было бы равносильно засунуть пальцы в розетку. В свою же очередь способность Изабеллы это левитация, то есть полет в воздухе на небольшой высоту без крыльев. В прошлом главную героиню отдали в специальный класс, где таких же детей учат, как использовать их способности, и параллельно учат обычным школьным предметам. Тут персонажи уже не смогли сбежать от школы. И опять начинается любовная тягомотина о том, что был такой парень, как Рен, и что ГГшка была в него влюблена, в то время как он общался со всеми девочками из класса. Изабелле было завидно, что она слишком стеснялась с ним пообщаться, в то время как остальные девочки падали штабелями перед ним, и Рен уделял им куда больше внимания. Потом мы перемещаемся в настоящее время, где ГГшка сонно щелкает клювом на уроке, обдумывая то, что да и фиг с этим Реном нужно тренироваться, учиться и заниматься прочими делами. Ведь есть куда больше интересных дел, чем думать о каком-то там Рене. И как назло, именно в этот период она начала замечать, что Рен странно на нее поглядывает. В общем, парниша наконец-то заприметил нашу красоточку спустя столько лет френдзоны, но девчуля непреклонна. Первая глава окончена. Я пока не буду комментировать сюжет, хотя уже очень хочется обсудить рисовку. Я сдерживаюсь по полной, но спокойно-спокойно-спокойно нам нужно закончить с сюжетом. Во второй главе ГГшка говорит, что она и Рен начали чаще общаться, но непонятно пока по какой причине и с какого момента конкретно. То ли с момента, как Изабелла заметила ее странный взгляд, то ли просто непонятно. Все было хорошо до определенного момента. Вот это прям переход. Аж интересно, что там произошло? Но Изабелла странно встает со своей кровати после тяжелой ночи, судя по ее виду, и решает позвать родителей. Девушка решает их найти. И тут есть даже отдельный кусок страницы с пояснением, что не стоит бояться, что Изабелла так высунулась из окна. Она может левитировать. Молодец, держит в курсе. Мы-то не знали о том, что она умеет левитировать. И на этом история заканчивается. Все, больше продолжения нет. Ой, даже не знаю, с чего начать. Тут странно все. От рисовки до идеи. Невозможно и невозможно, и спасти человечество очень похоже началом. Две героини умные, веселые девушки, которые готовы бороться до последнего с улыбкой на лице, которые рано или поздно начинают встречаться с парнями. В случае Ники, она бы первая влюбилась, пытаясь добиться внимания от своего робота-преподавателя. В случае же Изабеллы, тут уже парень бы добивался ее внимания, а она бы его френдзонила, так как переросла в свою детскую наивную любовь. В общем, достаточно базовой героини, хоть и со своими особенностями. Потом, эта идея с суперсилами. Сомнительно, но окей. Я еще помню, мне тогда писали, что похоже на Геройскую Академию. В этих словах что-то определенно есть, ведь в Геройской Академии много кто имел суперсилы и учился в специальном учебном заведении, где каждому помогли бы раскрыть их силы. Но опять-таки, этот концерт, что прямо-таки абсолютно все раньше имели суперсилы, звучит странно, ведь... А если супергерои все, то никто не супергерой. И опять эти любовные сопли. Вот все у меня в тот период было на любви завязано. Прям все. Какие-то странные знаки внимания и отсутствие причины, почему Райан решил чаще общаться с Изабеллой. Из-за любви? Хорошо. Но по какой причине он прямо сейчас понял, что она та самая? Повзрослела? Изменились вкусы на девушек с очень длинными волосами в чулках? Неясно. То есть нам просто говорят, что они начали общаться. Вот все года школы не общались и тут резко начали. Ладно, хорошо. Возможно, я бы раскрыла этот момент потом. Но этот переход со странного взгляда на мы стали больше общаться выглядит крайне топорно. И так как эта история не закончена, то скажу, что дальше оказалось бы, что монстры поработили целый город. И в основном остались только челики с магическими способностями. А люди без способностей попали в ловушку главным догонистом, то есть того, кто управлял ему монстрами. Уф. С какой целью и почему он решил это сделать, я не помню. Но помню, что ГГшка вместе со своим любовным интересом в лице желтоглазого красавца отбивались бы от монстров и выживали бы в новом суровом мире, где не работают магазины и даже больницы. Ну и обшаривали бы чужие квартиры в поисках полезных вещей для выживания. И в конце так же была бы любовь. На этом все. Тоже достаточно простая история с любовью ради любви. Но в этот раз было бы больше драмы, страха и выживания. Как я уже говорила, в этот раз я решила рисовать себя черно-белым, кроме глаз. Что на самом деле было неплохой идеей. Таким образом, я ускорила выход глав и концепт с только цветными глазами выглядел интересно. Но в остальном рисовка, конечно, интересная. Вы бы поверили, что мужчине слева 40 лет? Я нет. А ему 40 лет. Так же, опять-таки, вопросы к одежде главной героини. Почему такие короткие шортики в 15 лет? Так все и с щулками. У меня много вопросов и мало ответов. Так же вот этот фрейм. Вы бы поверили, что этим детям стали и намеками на наличие груди 8 лет? С такой-то одеждой? Они ничем не отличаются от взрослых по рисовке. Свет, ты вообще в курсе, как выглядят дети в 8 лет? Уж точно не так. Только не говорите, что там каблуки еще. Ой, нет, нет, нет. Если на этих фреймах им не 8 лет, а все-таки больше, то как это поймут читатели? Если написано, что 8 лет уходила сердце в пятки, то значит зритель видит визуализацию героя 8 лет. Какой тогда смысл говорить об одном периоде, а показывать совершенно другой? Но могу похвалить себя за то, что грамота нарисовала парты с помощью перспективы на этой странице. Молодец, не прогуливала уроки в художественной школе. И на стене висит этот трехимичный ряд напрогум и талев. Я бы, честно, на химии тоже так спала. Почему у нее так высоко и так близко к бровям вот эта складка? К рисовке во второй главе претензий поменьше. Да, местами хромают пропорции, но в целом все не так плохо. Текст оформлен более читабельно, а диалоги прописаны куда лучше. Но никуда не пропал рассказ всей подноготной буквально в первой главе. Судя по названию, вы также догадались, что в конце они спасают мир и был бы хэппи энд со свадьбой и детками. Также я скетч его чуть редизайнула Изабеллу и Рена, сменив им одежду и выбрав эти короткие шортики девчули, которые меня опять-таки смущают. Ну и поменяла одежду Рену, а также его причесочку, сделав в итоге его куда интереснее. Потому что в оригинале у нее были кроссовки со светящейся подошвой, что ну очень странно смотрелось. Все эти, в суммарном три главы двух комиксов, были нарисованы в течение трех месяцев, что достаточно похвально, так как я рисовала не только главы комиксов, а и обычные работы параллельно публиковала на своей страничке в инстаграме. Также покажу парочку работ по этой вселенной, было же время, эх, ностальгия. У вас могло сложиться впечатление, что я насмехаюсь над своими трудами, но нет, мне по-своему нравятся эти забавные, неловкие истории про любовь и фэнтези. Они определенно неплохи и очень хороши, как и для 13-летнего подростка. Но если рассматривать их в общем на международной арене комиксов, так скажем, то со стороны смысловой нагрузки и оригинальность это достаточно посредственные истории. Они определенно дали мне много опыта, но они явно никогда не будут конкурировать с другими комиксами в таком жанре. Бонусом мы окунемся в совсем до инстаграмную эпоху, и я покажу вам мини-комикс, который я рисовала 7 лет назад на бумаге карандашиком. Почему бы и нет? Это моя история, и думаю интересно узнать, чем промышляла в тот период. Я нашла только фотографию в ужасном качестве и две сторис, поэтому сразу извиняюсь за неудобство. Это маленькая зарисовка того, как оба моих персонажа, парень и девушка, нарядились в кигуруме. Парень, естественно, отнекивается, говоря, что это была ужасная идея, в то время как девушка в ходе разговора называет его вид в костюме очень милым. Это смущает парня, и он протягивает ей розу. Последний фрейм явно намекает за поцелуй за кадром. И снова про любовь. Пубертат никого не щадит, но даже так этот мини-комикс очень милый и по-своему приятный. Простая история, есть начало и есть конец с намеком на продолжение. В этот период я только начала знакомиться с аниме-культурой. Собственно, здесь и видно его влияние с этими смущающимися мальчиками и девочками. У меня был еще один мини-комикс из 2019 года, где те же парень и девушка из предыдущей истории временно сменили пол. То есть тот парень с челкой стал девушкой, а та девушка стала парнем. Угу, в общем, понятно. Девушка дуется на парня по какой-то причине. Парень это замечает, обнимает ее, говоря о том, что он ее любит. Она отвечает взаимности, и вокруг них куча сердечек. Конец. Просто милый комикс, о котором толком нечего сказать. И да, мне иногда нравится менять пол персонажа, оставляя ту же самую динамику отношений, но сменив пол. Мне нравится такое, хоть это и не канон, но мне интересно глянуть, как персонажи с тем же поведением находятся в другом теле. Такие дела. Но что же сейчас? Собираюсь ли я еще делать подобные проекты? Сейчас я не рисую комиксы, но очень хочу сделать свою игру. Да-да, я упоминала, что хотела сделать новеллу по своим персонажам, но в студенческом сеттинге. И в один момент проект мне надоел, и я не знала, как его толком развить. Поэтому закинула его в долгий ящик. Теперь я начала другой проект с совершенно другими персонажами. Я себя не тороплю с созданием, и не знаю, когда выйдет этот проект. Может в следующем году? Может через три года? Кто знает. Хочется сделать проект качественно, обдумав все, что можно, и оценив свои силы, а не на скорую руку. Команда уже собрана, но о самом процессе пока ничего не скажу. Хочу до последнего скрывать даты и прочую информацию. В этот раз я настроена действительно серьезно к своему делу. Тем более для этого у меня есть навыки и возможности. По крайней мере, я очень надеюсь, что я доделаю от начала и до конца хотя бы этот проект. Спасибо за просмотр. Делитесь своим мнением по поводу моих старых комиксов. А также можете рассказать о том, как сами рисовали комиксы, если у вас был такой опыт. Мне будет интересно почитать. Ну и до новых встреч на этом канале. Пока-пока.